Москва, 15 часов 35 минут, дневной разворот, Алексей Соломин, Ирина Мерковова, еще раз добрый день, и мы приветствуем губернатора Кировской области Никиту Белых, которая с нами на связи, из города Кирова, Никита Юрьевич, добрый день. Добрый день, добрый день. Ну, получается, что Леонид Ильич Брежнев действительно лучший правитель, причем всех времен. Мы просто, да, мы первые полчаса все говорили об этом. Участников нашего телефонного голосования за Брежнева, соответственно, 15% за Владимира Владимировича Путина. И в сетевизоре у нас было 2 секунды, 86% считают, что Брежнев лучший правитель, 14% называют лучшим правителем Путина. Что вы понимаете, Никита Юрьевич? А какие-то еще альтернативы были? Дело в том, что некоторое время назад, на прошлой неделе, Левада-центр провел опрос. Вас просили назвать участников лучшего правителя России в 20 веке, и там Леонид Ильич, он всех просто сделал. 56% опрошенных к нему положительно относятся, во втором месте Сталин 50%, дальше, значит, соответственно, Николай II и Никита Хрущев. Путина там не было, но мы вот решили как-то восполнить этот пробел. Но, собственно, сегодня, кстати, стало известно, что мемориальную доску Брежневу на Кутузовске 26 восстановят. Да, для нас это просто повод поговорить о возвращении этого имени. И о феномене этой фигуры, да, этой ностальгии. Для вас что такое Леонид Брежнев и что такое эпоха застой, что ли? Как это называть правильно? Ну, понимаете, так получилось, что мои какие-то личные восприятия от того периода, когда Леонид Ильич Брежнев возглавлял государство и Коммунистическую партию Советского Союза, не являются сильно репрезентативными, референтными. Так, то есть, поскольку, в общем, я застал в самом юном возрасте не самую значительную часть этого периода. В то же время я даю себе отчет и понимаю, что в сознании большого количества людей старшего возраста этот период ассоциируется с периодом некой стабильности. Может быть, кажущийся или реальный, тут в данном случае речь идет не о серьезном макроэкономическом или политическом анализе, а о восприятии. То есть, то, что с точки зрения восприятия этот период действительно отличался некой стабильностью, это факт. То, что после этого периода начались действия и движения, которые привели к серьезной, не то, что к серьезному колебанию, а просто к смене эпох, смене политического устройства. То есть, что в рамках этой смены большое количество людей реально стало испытывать проблемы и, в общем, ощущать себя невостребованными в жизни, тоже факт. Поэтому я там свою какую-то личную оценку давать этому периоду, с моей стороны, это было бы слишком, наверное, неправильно, во всяком случае. И, с другой стороны, я понимаю, почему у людей такие ассоциации вызывает этот период и, соответственно, персонал Леонида Ильича Брежнева. Что касается восстановления мемориальной доски на Кутузовском проспекте, ничего страшного в этом не вижу. То есть, в любом случае, Леонид Ильич действительно олицетворяет достаточно серьезную эпоху в жизни нашего государства. И, так скажем, каких-то злодеяний, репрессий, каких-то кровавых расправ с его именем тоже не ассоциирует массовое сознание. Поэтому, ну, собственно говоря, установление мемориальной доски, не думаю, что это приобретет какой-то массовый характер, не думаю, что это будет носить какое-то повсеместное распространение и тиражирование. Поэтому ничего страшного в этом нет, на мой взгляд. Но сейчас, смотрите, сейчас же тоже вроде как стабильность, да, только лучше. Сейчас ты можешь, сейчас нет очередей, да, можешь купить все, что тебе нужно. Сейчас можешь поехать за границу. Но они хотят туда. Они считают, что Брежнев лучше, чем Путин. Ну, если мы говорим про аудиторию Эхо Москвы, мы понимаем, что эта аудитория, при всей ее значимости и масштабности, она, навряд ли, тоже может быть, тоже может считаться репрезентативной. Да, я думаю, что при вот такой, там, при таком дихотомическом делении, при такой паре сравнений, думаю, что не только Леонид Ильич, там, значит, мог набрать больше, как бы, количества голосов. Ну, у Левады тоже Брежнев? Ну, еще раз, я говорю про сравнение. Вы же, там, Левада же не сравнивал, там, сегодняшний период с периодом, там, 70-х годов, да, это вы сравнили. Поэтому я объяснил, почему, там, людям этот период и, соответственно, люди, которые олицетворяют этот период, нравятся, так, то есть, еще раз говорю, мне кажется, это вполне естественно. Мы же, еще раз говорю, не проводим какой-то сравнительный анализ социально-экономической ситуации, там, причин, там, цен на нефть, влияние этих цен на национальную экономику. То есть, это уже такой удел, что это научный. А с точки зрения ощущений, все понятно, и там ничего непредсказуемого в результатах. Я не знаю, мне непонятно, правда, мне непонятно. Мне понятно, то есть, вот, я... Ну, почему? Ну, еще раз говорю, там, почему, вот, там, не надо отождествлять то сравнение, которое делали вы с опросом Левада-центра, еще раз говорю. Давайте не будем отождествлять, почему Брежневская эпоха, она так вот, по ней так, народ, атомится. Вот, еще раз говорю, это эпоха, которая, значит, у людей ассоциируется со стабильностью. То есть, в опросе Левада-центра не было современных руководителей, не было. То есть, вот, из того перечня людей, включая Иосифа Виссарионовича Сталина, Николая Второго, значит, Никита Сергеевича Хрущева, с периодом стабильности... И Бориса Ельцина. Да, и Бориса Ельцина. С периодом стабильности и некой, там, прогнозируемости, понятности, устойчивости ассоциируется именно период Ленина Брежнева, что-то непонятного. Скажите, а вот для вас, как для главы региона, значим вопрос о том, какие таблички появляются, где, какие улицы, какие имена получают, какие города, может быть, в какие, в честь кого переименовываются. Вот это на вашем контроле все находится? Или вам, ну, по большому счету, вы предоставляете делегировать это право непосредственно людям, решать, кому... Мы уже неоднократно эту тему обсуждали в рамках нашей передачи. Я нормально отношусь к любой дискуссии, в том числе к дискуссии, связанной с возвращением исторических названий, да, с защитой каких-либо названий. По смыслу вообще, по закону, то есть, когда речь идет о смене названий улиц или там населенных пунктов, это дело, прежде всего, жителей этих улиц и этих населенных пунктов. Они должны принимать соответствующие решения, там, большинством голосов или, во всяком случае, с учетом их мнения должны принимать те люди, которые ими делегированы в соответствующий орган местного самоуправления. У нас это ровным счетом так и происходит. Никита Белов, губернатор Кировской области. Это программа «Дневник губернатора» в рамках дневного разворота с Ириной Меркуловой и Алексеем Соломиным. Я напомню, телефон для смс-сообщений плюс семь девять восемь пять девять девять семьдесят сорок пять сорок пять. Аккаунт вызван в Твиттере, сайт echo.msk.ru, присылайте свои вопросы и комментарии. Мы же двигаемся к следующей теме. У нас начались ЕГЭ в этом году, и мы так живо за этим наблюдаем, с учетом, конечно, и последних скандалов. Прежде всего, хочется спросить у вас в целом, как началась эта кампания. Вы следите за тем, как она проходит? Много ли у вас вообще где сдают ЕГЭ? Сколько, может быть, в принципе, выпускников у вас сдают ЕГЭ? Чего вас ждать? В этом году у нас ЕГЭ сдают семь тысяч триста девяносто три участника. Я специально не говорю здесь ученика, потому что вы знаете, что ЕГЭ могут сдавать не ученики, а люди, которые сдают уже после окончания учебы. Значит, по четырнадцати предметам. Наиболее популярными предметами по выбору у нас являются общество знания, физика, история, биология, химия, литература и английский язык. Значит, особенности, наверное, в этом году, да, значит, этот институт, значит, таких общественных наблюдателей, которые следит за соблюдением установленного порядка, то есть у нас более 450 общественных наблюдателей, среди них и родительские комитеты, и работники учреждений здравоохранения, и социальные сферы предпринимателей, очень там разные люди. То есть у нас такая практика... Это первый год такой? Нет, у нас по большинству муниципальных образований, по большинству пунктов проведения экзамена, то есть такая практика уже на протяжении ряда лет происходит, да, просто если говорить о таком, что это тотальном масштабе страны, там, да, мероприятиях, то вот, по-моему, это вот такой первый раз. Вот, поэтому в этом году особенность по поводу установления минимального количества баллов по всем предметам ЕГЭ, да, то есть, собственно говоря, при недостижении которых экзамен считается не сданным, да, то есть, собственно говоря, значит, выпускник в этом случае не получает аттестата вообще об образовании. Ну, а так, в целом, там, ну, сегодня первый экзамен, как вы знаете, там, по русскому языку. У нас, во всяком случае, у меня нет информации о том, что какие-то скандальные, значит, или противоправные действия происходили, то есть вроде бы там тьфу-тьфу-тьфу, там все спокойно, но мы, естественно, в таком самом живом порядке отслеживаем все, что касается и самого прохождения ЕГЭ, ну, естественно, его результатов. Я напомню, что там Кировская область на протяжении, там, достаточно длительного периода времени демонстрирует хорошие, я бы сказал, весьма как бы хорошие результаты по единому госэкзамену, то есть, значительно выше среднего по подавляющему большинству предметов, что позволяет нашим школьникам поступать в любые вузы нашей страны, и поэтому мы для того, чтобы удержать школьников, вводим такое понятие губернаторской стипендии, которая выплачивается высокобальником, то есть те, кто могут, в общем, поступить в любой вуз, то есть, но при этом остаются учиться в вузах Кировской области, и вот они, скажем, получают дополнительную стипендию в размере, там, от 2,5 до 4,5 тысяч рублей, то есть, ну, там разные как бы параметры ведутся. Это же правило распространяется и на победителей, и призеров Олимпиад межрегиональных и всероссийских. И успешна эта программа? Да, успешна. Остается молодежь? Да, 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 то есть, ну, каждый год несколько сотен. Ну, тут, видите, сложно же очень оценить, да? То есть, может быть, кто-то так и так собирался оставаться по причинам, значит, не связанным там со стипендией, то есть, но, если говорить просто... Кто-то, может быть, не может по своим баллам пройти в вузы. Нет, нет, вот еще раз говорю, мы выплачиваем стипендией только высокобальникам, то есть, да, понимаете, если у человека, там, 100 баллов, значит, мы выплачиваем тем, у кого по среднее, то есть, точнее, там, по совокупности трех экзаменов, там, больше 250 баллов. То есть, это, собственно говоря, результат, который позволяет поступить практически в любой, там, значит, там, московский, питерский, значит, там, и любой другой вуз. При этом, что... А с тубальными, интересно, есть? Есть тубальники. Конечно, то есть, вот как раз, когда я говорю, что там 4,5 тысячи рублей, это как раз выплачивается тем, кто имеет стобальные результаты, так, то есть, но, тем не менее, остается. Да, есть и стобальники. А стобальники, они в основном, вот, как раз по тем предметам, которые вы назвали в порядке очевидных? И из каких они школ, я не знаю. Из разных, то есть, тут, нет, тут как раз география региональная очень репрезентативная, то есть, естественно, из областного центра, из крупных городских округов и из сельских муниципальных районов. Если же говорить по предметам, то у нас традиционно очень неплохо сдается русский язык и литература, то есть, направление такое достаточно сильное, значит, неплохо сдается английский язык, то есть, вообще, если посмотреть по количеству, допустим, кировских студентов, например, там, ГИМУ, то есть, это одна из самых таких крупных, что, значит, диаспор или фракций, да, вот, ну, естественно, значит, есть там стобальники по отдельным предметам, там, математика, информатика, там, значит, история, общество, общество знания, то есть, и другие. Но вот так вот, если говорить о каких-то таких системных показателях, которые можно было бы воспринимать как, там, повторяющиеся, да, то есть, это вот русский язык, литература и английский язык. Вы знаете, наверное, что опять появились ответы в интернете, да, в социальных сетях, вообще, что с этим делать и можно ли с этим как-то бороться? Премьер-министр наш сегодня сказал, что надо вообще аннулировать результаты ЕГЭ вот этих школьников, которые выложили, ну, если, конечно, они подлинные. Ну, соглашусь. Будешь все сделали. Соглашусь, Премьер-министром, да. Ну, вот, не знаю, мне кажется, тут лучше не уходить, что называется, там, в эмоции или в рекомендации людей, которые, там, пусть по долгу своей службы, так же, как, там, я и многие другие этим вопросом занимаются, но, тем не менее, не являются такими узкими специалистами в теме проведения ЕГЭ. Здесь, мне кажется, надо все-таки еще раз вернуться к теме того, каким образом эти результаты, значит, оказываются в общедоступном формате. А вот, кстати, чья это зона ответственности уже? Вот когда конверт пришел в регион, когда он уже пришел в школу, когда его вскрыли, когда ученик пишет, кто за это же дальше должен отвечать? Дальше отвечать за что? За то, чтобы вот вариант оказался в интернете. Ну, естественно, всем это не нравится, потому что этот вариант потом, ну, понятно, что не все пишут этот же вариант, но у кого-то он, тем не менее, кому-то он достанется. Вот в данном случае кто несет ответственность? Несет ли ответственность школа, в которую пришел конверт, которая вот дала там сфотографировать? Или где здесь? Несет ответственность тот, кто нарушил соответствующие нормы законодательства и регламента. То есть, понятно, что если кто-то вскрыл конверт и дал кому-то сфотографировать, вот тот, кто там это сделал, тот и несет ответственность. Если же, значит, это действительно некие ученики, пользуясь современными техническими средствами, обеспечили доступ этих данных в СМИ, ну, тогда это ответственность их. То есть, в том числе, эта ответственность может быть в том виде, в каком говорил премьер-министр, то есть, их личные результаты, да, что это должны быть аннулированы. Ну, тоже ведь, опять-таки, если они могут пользоваться современными девайсами, все равно за этим же кто-то следит, они же не могут просто взять и сфотографировать это хоть на телефон. Ну, понимаете, а есть институт общественных наблюдателей, да, то есть, вот наказать кого-то, что это представители родительского комитета, которые, казалось бы, тоже должны быть заинтересованы в объективности. Или, там, то есть, как раз общественными наблюдателями являются чиновники. То есть, не являются, там, представители Рособронадзора, там, значит, школы. То есть, как вы себе представляете механизм наказания, там, общественников? За то, что он недостаточно хорошо наблюдал. Давайте, там, индивидуальному предпринимателю, который пришел, значит, наблюдать на общественных наблюдениях, лишим лицензии на продажу спиртного. То есть, ну, что там, как вы так себе это представляете? У вас это очень, как, деформированные представления. Я не представляю, как можно наказывать ученика, которому дали сфотографировать это. Да, да, я не представляю, как он это сделал. Ну, ладно, хорошо. Нет, ну, вот, как, то есть, Дмитрий Тольевич сказал, то есть, значит, давайте, там, аннулировать его личные, как бы, результаты, да? Мне кажется, там, вполне походящий момент. Ну, конечно, пойма меня, если сможешь. Осталось самое малость установить, кто это сделал. Следующая тема, перейдем, да, не очень, правда, уже такая веселая тема. Вы думаете, списывание – это веселая тема, да? Да, совсем нет. Поиски виноватого всегда сопровождаются… Да, весело, да. Да, фестиваями и различиями. Всегда накажут непричастных. В Кирове сегодня ЧП произошло, упал строительный кран. Вчера, вчера вечера. Вчера, вчера, извините. Конструкция снесла 10 балконов, разбила 13 автомобилей, сообщает агентство «Интерфакс». И, слава богу, никто не пострадал. Да, что все-таки сейчас происходит, там, по-моему, дело возбудили уголовное, да? И как вы следите ли за этим? На контроле у вас этот случай? Ну, естественно, слежу, то есть я вчера вечером выезжал на место событий, встречался и со строителями, и с силовыми структурами, которые там были, и с жильцами дома. Значит, на самом деле, по городу и по области прошел тоже, как и, наверное, в ряде других регионов, ураганный ветер. То есть и по нескольким муниципальным образованиям тоже есть очень серьезные повреждения. Где-то крыши сорвало, где-то окна выбили, где-то... Но в данном случае не стихия виновата. А вот это, нет, вот это будет, что называется, устанавливать Ростехнадзор, так, значит, то есть то, что были ураганные порывы ветра, это там свидетельствует все, то есть и были ли эти ураганные порывы ветра необходимыми и достаточными для того, чтобы уронить кран, да, вот это там должны заключения дать соответствующие специалисты. Значит, то, что касается возбуждения дела, естественным образом, вот в таких ситуациях уголовное дело возбуждается, действительно, слава богу, то есть там повезло, что нет человеческих жертв, иначе бы там ситуация приобрела совершенно другой характер. Тем не менее, уголовное дело возбуждено по статье нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Значит, что касается... Я сообщал, что там что-то не закрепили рабочие, и он поехал подтверждать эту информацию. Вот пока, вот секундочку, Ирина, вот все эти сообщения, так, точно так же, как и там наши рассуждения по поводу, как списывать и как не списывать, значит, там, на ЕГЭ, да, это все, знаете, там, тыканье пальцем в небо. Значит, будет заключение Ростехнадзора, оно будет там в течение двух недель подготовлено, я разговаривал со специалистами. Значит, в рамках... Тогда это будет единственный, собственно говоря, официальный документ, на который можно будет ссылаться при констатации и определении того, что же на самом деле произошло. Да, потому что там у нас много специалистов, которые, значит, естественно, там, только по видеозаписи того, как упал, значит, делают выводы о том, значит, кто какие нарушения совершил. Поэтому я сам никаких сейчас выводов не делаю, то есть наша задача заключается в том, чтобы там в своевременном там эвакуировать жителей, что было сделано. Соответственно, когда кран был убран, то есть когда было проверено, что несущим конструкциям здания никакого ущерба не нанесено, то есть кроме, собственно говоря, вот этих там балконов, которые действительно были повреждены и которые будут компанией-застройщикам, значит, ремонтироваться и, значит, приводиться в соответствие, было дано электричество, была дана вода и, собственно, жители уже вчера там, ну, по-моему, порядка двух часов ночи, я уехал оттуда в пол первого, так, то есть мне там отзвонили, что где-то около двух часов ночи жители вернулись в свои квартиры, то есть, да, и, собственно говоря, там ночь провели там. Хотя всем, кто там, что-то выразил желание, была готовность предоставить там номера в гостиницах, то есть и в общежитиях, если бы... Значит, компания-застройщик с балкона отремонсирует, а кто возместит ущерб тем, у кого машина повреждена? Значит, в конечном итоге компания-застройщик пообещала лично мне о том, что все вопросы будут урегулированы в досудебном порядке, то есть, собственно говоря, что они эти затраты берут на себя. На самом деле, это компания, которая строила и этот дом, который был поврежден, то есть, и это их краны, они, собственно говоря, застраивают микрорайон в целом, так, то есть, поэтому они сами заинтересованы в том, чтобы, значит, все вот эти там проблемы были ликвидированы. Кроме того, мы договорились, я попросил руководство компании-застройщика в среду вечером провести встречу с жильцами дома, то есть, они там выразили желание в целом поговорить со строителями, высказать еще те вопросы или там претензии, которые у них есть там по вопросам, связанных там со строительством или с вопросом, связанных с тем, как ведется строительство соседних домов. Вот, пообещали, и я попросил, чтобы представители городской и областной администрации тоже на этой встрече присутствовали, чтобы, если возникли какие-то вопросы пограничного характера, да, там, благоустройство, там, деятельность управляющих компаний, да, чтобы они тоже могли на этой встрече обсудить. Поэтому, там, на сегодняшний день, значит, как уже констатировали, там, жертв нет, люди въехали в дома, ведется ремонт тех перекрытий, которые были повреждены. Компания пока устно, то есть, значит, заявила о своей готовности компенсировать все, значит, ущербы и затраты, те, которые связаны, собственно говоря, и с ремонтом балконов, и компенсировать владельцам машин, собственно говоря, те, как бы, машины, которые были повреждены из-за, как бы, упавшего крана. В среду будет проведена совместная встреча жильцов и компаний-застройщиков с участием городской и областной администрации. Ну, собственно говоря, этот вопрос, естественно, находится там на нашем постоянном контроле. – А это же новый микрорайон какой-то в Киеве, да? – Да. – То есть, застраивают его, понятно. Ну, и в заключении у нас не так много времени остается, порядка двух минут. Я напомню, губернатор Кировской области Никита Белых, слышал я, что вы проводили на прямую линию что-то вроде известной президентской прямой линии, общались с жителями региона. Это действительно так? Я правильно это понял? И как это все прошло? – Ну, вы правильно поняли. На самом деле, мы достаточно регулярно проводим такого рода прямые линии. То есть, во всяком случае, эта прямая линия была третьей. Это не считая иных форматов общения, которые у меня там существуют, включая социальные сети, интернет и наши с вами передачи. – Да и по районам вы ездите. – По районам мы ездим. То есть, ну, вот такая прямая линия была проведена вместе с нашей там ГТРК «Вятка». Поступила после того, как была эта программа анонсирована, несколько тысяч вопросов. Ну, понятно, что там, собственно говоря, все темы там – тарифы, благоустройство, дороги, здравоохранение. То есть, они были… – То есть, на региональном уровне то же самое. Просят зажечь ёлку, построить детскую площадку и прогнать руководителя управляющей компании? – Ну, конечно. То есть, нет. На самом деле, в этом плане Кировская область, она является очень таким, словно говоря, показательным элементом России. То есть, все вопросы, которые озвучиваются на российском уровне, они же характерны и для региона. – А вы также действуете в режиме ручного управления? – Ну, понимаете, мы меньше возможностей в режиме ручного управления решить вопрос, например, с газификацией, значит, или еще какие-то моменты. Тем не менее, понятно, что там, те несколько тысяч вопросов, которые поступили, в том числе, несколько сотен в ходе самой прямой линии ответить невозможно. Поэтому мы договорились, что все вопросы, которые были получены, они нам переданы. И сейчас по каждому вопросу, подчеркиваю, по каждому вопросу, который был задан, значит, готовится ответ, готовится всем членам правительства и руководителям отраслевых департаментов даны соответствующие поручения. Я думаю, что мы в течение двух недель все ответы дадим, в том числе, естественно, те сигналы, как модно говорить, сигналы с мест, значит, да, они тоже будут обработаны, и соответствующая работа по ним будет проводиться. Поэтому… Спасибо большое. Спасибо, Никита Белых, губернатор Кировской области. Спасибо. В эфире на Эхимосква. Вернемся через пять минут. Всего хорошего. Спасибо.